Я решил провести еще раз подобный стрим, у меня было много видео, так как люди пишут под моими роликами, ну да, вот вы показываете, что вот в мире вот такие события происходят, такие события, а что же делать? И возникает у многих такое впечатление, что вот все пропало, чтобы мы как бы не пытались, все равно те изменения, ну я имею в виду для многих негативные, они все равно придут в нашу жизнь. И даже есть много таких людей, которые убеждают, что вообще все бесполезно, ничего не нужно делать, просто смириться и так далее. Так вот, у меня было много раз, я же говорю, видео, рассказывал свое мнение, делился своим опытом и сейчас еще раз по пунктам, вот что на мой взгляд можно сделать в этом меняющемся мире. Первое, это как я говорил и ранее, повышать свою ценность для мира. Объясню, что я имею в виду, то есть совершенствоваться в любой сфере, чем более ценным вы будете для мира, для людей, тем большая вероятность, что события, которые происходят, даже негативные, причем даже в зоне турбулентности, вас или не затронут, или же затронут в меньшей степени. Классический пример, я его всегда привожу, он насколько такой показательный, это вот собачье сердце профессор Преображенский. Помните, там холод, голод, репрессии людей, расстреливают, кого-то высылают, ну то есть полный хаос, он как жил там, поскольку в восьми, по-моему, комнатах, у него там экономка, то есть он живет привычным уборщицам, ему готовят обеды. То есть он как жил до революции, так и живет. Все почему? Потому что на тот момент его ценность для мира и для людей высока. Если его, как по фильму, попытались тронуть, там приходит Швондер и с ним товарищи, которые сейчас очень напоминают лично мне то, что происходит. Персонажи, ну просто один в один, просто форма поменялась, одежда, а так вот не отличишь. Я думаю, сейчас бы они нашли свое место в жизни. Так вот, они приходят и, кто смотрел фильм, кстати, рекомендую сейчас очень к месту, уходят в Освояси, потому что там просто поднимается трубка, он говорит с кем-то из сильных на тот момент мира того, все, Швондеру говорят, куда идти, все, его не трогают. То есть, благодаря ценности для мира его положение не меняется. Это может касаться любой сферы, независимо. Допустим, если человек, у профессора Преображенского там в данном случае была медицина. Если человек, я не знаю, хороший специалист в другой сфере, хороший там юрист, который реально помогает решать проблемы, соответственно, у него есть большое количество людей, которые в любой ситуации постараются ему помочь. То же самое, если, допустим, человек, ну то есть, ваша задача научиться повысить свою ценность в любой сфере и научиться решать проблемы, независимо от того, где вы, то есть, помогать людям решать их проблемы. Вас всегда будут искать, беречь, и ваша безопасность повысится в разы. И, кстати, безопасность тех людей, она будет распространяться, ваших близких, ну то есть, вашего ближайшего окружения. С ними тоже, скорее всего, ничего не произойдет. Понятно, да? Это первый пункт. Причем, если у вас важный момент, кто-то скажет, ну для меня это не подходит, большинство людей обленились, кто-то уже там смирился, опустил руки. Если у вас, допустим, в силу возраста, каких-то других причин, вы не видите, как можно совершенствоваться, всегда есть кто-то близкий. Допустим, кто-то помоложе, там внук, сын и так далее. Кому вы можете помочь каким-то образом, чтобы он стал более ценен для мира, а вы, соответственно, спасетесь, находясь в его окружении. Это такой лайт-вариант для тех, кто вот не знает, как для себя это применить. Идем далее. Второй пункт. Это обязательно устранение своих, ну то есть нормализация своего состояния. Это важно. Я тоже делал, как делал видео и на этом, и на другом канале. Допустим, если человек, скажем, находится в состоянии стресса, беспокойства, то есть под эмоциями, то он, ну скорее всего, те решения и те поступки, которые он будет делать, они будут, ну не принесут ему эффекта, а скорее всего, даже усугубят его положение. Я думаю, наверняка каждый из вас может вспомнить ситуации в жизни, когда вы поступали под эмоциями, то есть делали что-то под влиянием эмоций, и потом это заканчивалось не очень хорошо. Поэтому первично баланс нормализовать разными способами, я сейчас их коснусь, те, которые я применяю, разными способами нормализовать свое состояние, и желательно этим заниматься каждый день. Ну кому это, кому необходимо. Есть такие люди, что вот раз нормализовали, их хватает там на год, на полгода. Но для большинства, потому что вы сейчас, мы ведь люди, не роботы, вы сейчас нормализовали, буквально через какое-то время, ну там пришла какая-то новость, которая касается вас непосредственно, появился там страх, беспокойство, гнев и так далее, и вы уже снова под эмоциями. Поэтому это как техобслуживание для машины. Если машину нормально там обслужить, сделать на данный момент, все исправить там на СТО, но потом она снова выезжает на те же разбитые дороги. Через какое-то время, ну это понятно, что что-то начнет ломаться. Вот так и в жизни. То есть, если бы вас вы все нормализовали, взяли, так скажем, выдернули, перенесли на личный остров, все включено, проблем никаких впереди, то я думаю, такое состояние сохранилось бы надолго. Ну имеем, имеем, что имеем. Поэтому, что применяю я? Я во многих своих роликах говорил, что наши эмоции, они отражаются и связаны с цепочкой напряжений в теле. То есть, они их вызывают. Если вы, допустим, вспомните какую-то травмирующую ситуацию, которая вас где-то обидели, или там была какая-то угроза жизни, или какое-то трагическое событие, которое нашло на тот момент негативный отклик в виде эмоций, у вас сразу же пойдут напряжения в теле. Сожмется, может быть, комок в горле, там живот и так далее. Вот можете сейчас прямо, чтобы подтвердить мои слова. Если какая-то угроза другого характера, точно так же там кто-то замахнулся, возникнут напряжения в теле. Вот так тело реагирует, и так оно связано с этими эмоциями. Если человек длительное время находится под влиянием какого-то стресса, причем особенно если он не видит выхода на данный момент, вот эти напряжения, они постоянные. И через какое-то время, если сразу это были напряжения там в виде сосуды, мышцы, потом там возникают структурные изменения. Возникает фиброз, вплоть до склероза, и уже возникает болезнь. Вот так говорят все болезни от нервов. Поэтому отсюда простой выход. Проработка этих напряжений. У меня есть на канале, на другом, доктор Линский, есть целый плейлист психосоматика. Там я показываю, как можно прорабатывать на флуидическую ловушку, которую изобрел Чекуров Юрий Валентинович. Очень эффективная методика, простая. Макет, у кого нету, обращайтесь на почту под любым видео. Я бесплатно поделюсь. Распечатайте и работайте. Там очень легко, можно хоть каждый день. Как в острых ситуациях, так и для стресса. Также есть там видео, какие эмоции, каким зонам на теле прикрепляются. То есть можно проработать себя, это называется пересмотром личной истории. Там какие-то травмы с детства, которые влияют на принятие решений в настоящем. То есть вот очень простой, эффективный метод. Причем не просто, потому что к психологам можно ходить годами. Это не поможет. Они работают на уровне логики. А проблемы в основном идут из подсознания. И если с привязкой к телу, так получается еще эффективнее. Если кому-то лень, бывает человек, или насколько много проблем сошлось, человек не может сейчас на данный момент это решить. Есть сеансы психосоматической коррекции. Они проводятся онлайн уже много лет. Часто это происходит за один сеанс. Мы прорабатываем с помощью специальных методик. Там буквально пару часов, может быть быстрее. И у человека часто решаются те проблемы, которые его беспокоили с детства, или с более позднего периода. Вот так это работает. Поэтому перед тем, как что-то делать, принимать решение, анализировать, это ключевое. Нужно успокоиться. Вести себя в баланс. И как показывает практика, просто так, как советуют многие, просто возьмите и не нервничайте. Пойдите в хорошую обстановку, выпейте кофе, куда-то поедьте. Поверьте, если это подсознательно, это я говорю из опыта лечения, и своего собственного, и пациентов, решение таких проблем, проблемы все равно будут с вами. Они никуда не денутся. Если это, как говорится, что-то из прошлого, ситуация, и плюс связано с тем, что угрожает в настоящем, куда бы вы ни поехали, вы от этого не убежите. Только именно устранять это в себе. Второй пункт. И далее. Если сейчас, потому что я сказал, если есть вопросы, напишите, пожалуйста, все ли понятно. Обратная связь, чего-то она у нас вначале как-то не пошла. Напишите, все ли понятно. Или, может быть, какой-то вопрос. Потому что, вот я сказал, и мы двигаемся дальше. Ну, пока обратной связи нету, значит, все понятно. Окружение. Это важно. Менять окружение, если оно наполняет вас негативными эмоциями и приводит в нересурсное состояние. Такое бывает. Это советуют все, независимо от методик, каких-то развивающих техник и так далее. Первично, если человек меняется, окружение его будет тянуть назад. Ведь, причем, люди близкие, они будут это делать из лучших побуждений. Ой, как бы он или она во что-то плохое не вляпались, давайте посоветуем, лучше давай, как все, не высовываться и так далее. И часто, если у человека не хватает воли это все переломить, а поверьте, действительно, это очень сложно, когда все близкие люди там как-то или смеются, или не поддерживают, или наоборот говорят, у тебя ничего не получится, и так далее. Очень легко сломаться. Поэтому, первично, нужно искать людей, которые находятся на данный момент с вами на одной волне. Это важно. и больше находиться в их окружении. И еще важно, чтобы эти люди были практиками. То есть, у них уже получилось то, что вы хотите только достичь. То есть, человек уже непосредственно доказал. Не теоретик, который живет там, допустим, на какую-то мизерную зарплату или пенсию, и рассказывает, что невозможно улучшить свои финансовые возможности, и так далее. Таких слушать не нужно. Или человек, к примеру, у него там 7 разводов, и он объясняет вам, как лучше устроить семейную жизнь. То есть, вы, вот сейчас это кажется нелогичным, но давайте, чего греха таить, большинство так и поступают. Вот слушают неуспешных людей, которые уже что-то, находят какие-то отговорки, то нет, это у него получилось, у нее, у меня другая ситуация. А вот как раз слушают таких людей, которые неудачники по жизни, которым лень что-то делать, и стараются с помощью их найти себе оправдание. Поэтому важно окружение. Не зря, даже бывает, что если человек начал развиваться, он как-то растет над собой, и вот это самое окружение, многие говорят, вот человек загордился, он перестал с нами общаться, да, действительно, к этому нужно быть готовым, что у вас меняются жизненные ценности, они уже не совпадают с теми людьми, хотя вы, возможно, были с ними многие годы, но люди-то исходятся как раз, это мое мнение, люди-то как раз исходятся на основе своих жизненных ценностей, совпадающих. Когда-то в детстве познакомились, на тот момент взгляды на жизнь, ценности совпадали, вы были вместе, все хорошо. Потом на какой-то момент вы поменялись, тот человек поменялся, да, в этом, может быть, это грустно, но не нужно себя заставлять снова быть с этим человеком, если вы чувствуете, что некомфортно, и он уже не разделяет, не разделяет ваши взгляды, вы его, и, ну, зачем, как говорится, себе доставлять, доставлять трудности, дискомфорт, только потому, что человек говорит, а мы же, вот там до этого 20 лет у нас было все нормально, мы понимали друг друга, но сейчас перестали. Особенно это проявилось в связи с последними событиями. Вот до этого была процедура, помните, да, ограничения, там вообще люди разделились, вплоть до, в семье, ко мне обращались пациенты, и, ну, у женщины действительно трагедия, вот муж сделал это мероприятие, она нет, и сказал, что если она на тот момент, если она даже купит, там, как-то сертификат, или вот, нет, то вплоть до развода, и я даже донесу на тебя, вот, ну, в какие-то службы, причем это в Украине, понимаете, это, я понял бы еще, что это где-то в Германии, да, нет, это вот, вот так люди поляризовались, и, соответственно, в связи с военными действиями, точно так же, сейчас у нас, ну, я говорю про свою страну, про Украину, идет разделение общества, буквально по, по слоям, сложно сказать, кто не против кого, ну, я понимаю, это определенным силам, это выгодно, это идет, точно так же, манипуляция, четкое разделение, это не делается, вот, ну, просто так, стихийно, тоже, только мое мнение, и вот тут, нужно понимать, кто ваше окружение, и, да, иногда делать, такие, ну, принимать болезненные решения, выбор, даже, если, ну, вот, опять же, если вернемся к вот этим ограничениям, до этого, вот страшная болезнь, бывало такое, что на человека, просто родственники все давили, вот, иди и сделай, вот это, и сейчас, понимая, да, что, вот, по прошествии, что это действительно, это не только вред здоровью, а и жизни, то есть, многих уже живых нету, и поэтому, тут, те, кто, да, пошел против этого, даже поссорился, там, с близкими людьми, с родственниками, слава богу, он сейчас жив, и не пострадал, и не пострадало его здоровье, поэтому, третий пункт, это, окружение, так, и идем далее, анализ ситуации, это важно, я на протяжении, вот, уже многих лет, я не слушаю, люди мне пишут часто, а вы послушайте того-то, а послушайте того-то аналитика, вот, как он говорит, а вот это, вот, какие правильные, я не слушаю, ну, не потому, что, ну, жаль, жаль времени, честно говоря, и особенно после того, как я пришел к выводу, что каждый человек, любой, может сам анализировать ситуацию, и у него процент совпадения, будет намного выше, чем у так называемых аналитиков, они, во-первых, тоже, прежде всего, люди, второй момент, они всегда на кого-то работают, кто-то, ну, тем или иным способом, на них, на них влияет, кроме того, они говорят свои оценочные суждения, ну, опять же, вот, сколько это классика, там практически можно приводить, опять вот эти ограничения, карантинные, вы вспомните, сколько светил и медицины, и других известных личностей, призывали вот это сделать, причем в таком безоговорочном, как аспекте, в плане утверждения, вплоть до того, что если нет, то вы там какой-то недалекий, ненаучный, мне такое много раз говорили, но, тем не менее, видите, вышло как вышло, и время все расставило, расставило на свои места, ну, для многих, наверное, еще не расставило, вот, поэтому анализ самостоятельно, да, это не всегда легко, люди говорят, вот, мне тоже, кстати, пишут, раньше писали, а вы что политик, да не нужно быть политиком, просто нужно иметь мозг, уметь им пользоваться, и развивать это умение, все, поверьте, вы не хуже, ну, если, я всегда говорю, что если кто-то прислушивается к тому, что говорят политики, и делает так, как они советуют, мне вас просто жаль, тут уже человеку, наверное, не поможешь, просто можно посочувствовать, принять его выбор, и пожелать счастливого пути, но где-то, ну, где-то не с нами, пусть идет туда, куда ему комфортно, тут, в общем-то, потому что политики, ну, приведите пример, когда они говорили правду, они говорят всегда то, что требует конъюнктура ситуации, и все, кроме того, они тоже подвержены влиянием, их всегда кто-то лоббирует, ну, далее, я думаю, тут не продолжать, поэтому, вы всегда можете разобраться сами, первое, что мне помогает, много лет, это система метамодель, есть, я постараюсь, ролики, которые я вот говорил, метамодель, плейлист психосоматика, после того, как стрим закончится, в первом закрепленном комментарии, я вставлю, будете смотреть, метамодель, всего три вопроса, уточнение, исследование границ, и далее, вынесение, как, мнение, там, создание, создание смысла, все, на первом пункте, уточнение, отсеивается на процентов 99, различных манипуляций, очень легко, ну, вот, вам нужно, допустим, составить мнение, о каком-то даже политике, вы его глаза не видели, на данный момент, не знаете, вас спрашивают, вот такой же хороший, так хорошо рассказывает, так выглядит, ничего не напоминает, вот, да, нашей ситуации, но, тем не менее, пообещал очень много, причем, всем, диаметрально противоположное, но, всем все пообещал, спрашиваю, первое, уточнение, что этот человек делал ранее, там же все видно, ну, просто, ну, было же, и сказать, что этого кто-то не знал тогда, ну, все же было в открытом доступе, люди видели, знали, ну, да, вот тогда, ну, может, сейчас он поменялся, ну, тогда мне тоже, вас жаль, будете наступать на одни и те же грабли, первое, уточнение, не так важно даже, что человек говорит, а важно, кто говорит, допустим, какой-то человек, кому вы доверяете, там, кто-то из родителей, может быть, из супругов, какая разница, что они вам говорят, важно кто, они же вас не обманут, и с другой стороны, если вам кто-то обещает, какая-то пивная, там, я не знаю, третий разрядная, стоит человек, не с тату, а с такими, ну, татуировками, как из мест, не столь отдаленных, там, с золотым зубом, с перегаром, какая разница, что он вам говорит, он вам может пообещать, все что угодно, дать любые гарантии, принцип, нужно уточнять сразу, кто говорит, и так это применяется, ну, говорят британские ученые, там установили, какие ученые, где эти исследования, смотрим, кто их делал, какие это организации, что они делали до этого, ну, и так далее, то есть, разбивается любая, любая манипуляция, вот, это первая метамодель, посмотрите, видео будет, три вопроса, и второй мой способ, который тоже действует много лет, я стараюсь, любую ситуацию, которая есть, вот там, политическое, события какие-то происходят, потому что, это уже не о политике, это о здоровье, непосредственно, ведь, если это касается, эти события приходят, вот, как у нас военные действия, да, приходят на нашу землю, и это касается нам, нас, то извините, это не политика, ну, может быть, для кого-то, это как раз про здоровье, и при этом, обманывать себя, да, давайте, не обращать внимания, будем думать о птичках, там, внушать себе, там, как, как сказать, внутренняя улыбка, и так далее, тут, видите, это просто обман себя, кстати, с такими людьми, я с очень многими попрощался, когда, идут какие-то события, ведь мы их обсуждаем с близкими людьми, правильно, они для этого и существуют, люди, которые с нами на одной волне, вот, и так далее, но когда начинаешь с этим человеком разговаривать, ой, вы знаете, я не хочу об этом, давай о чем-то, о погоде, о том, о сем, один, два раза, и потом возникает вопрос, а чтобы что, зачем с таким человеком общаться, о погоде, причем важно, что эти проблемы, эти события, вот, они волнуют и его, и меня, или ее, или меня, но человек просто закрывается, раз, ну, а зачем тогда с таким человеком общаться, чтобы что, даже если это близкий человек, Ну, это просто моя позиция, возможно, она кому-то из вас не подходит. А кто-то, может быть, пересмотрит, пересмотрит свою жизнь. Ведь друзья, близкие люди, они для того и существуют, что вы с ними можете обсудить любую тему. Причем, не то, что вы постоянно там, скажем, вот только, нет, вы обсудили это, а потом обсудили другое. Вы можете поговорить, быть честным с этими людьми, их не так много. Обсудить любую тему, а если этого нет, то это, скорее всего, не близкий человек, а просто там, привет, пока и так далее. Вот, значит, бытовой все, то есть, любую проблему, такую значимую, опускаем до бытового уровня. Не допустим, там две страны, там три страны, какие-то их интересы, а два соседа делят межу, у них какой-то возник спор. Поверьте, мотивы будут один в один, ну вот просто. И вам будет насколько понятно, и там не надо быть там какое-то образование и так далее. Просто вот по своим, ну как из своего житейского опыта. Насколько просто. Я так в свое время объяснял очень-очень многие ситуации, и сейчас действительно будущее показало, что был прав. Попробуйте, я думаю, просто даже в виде игры, это как минимум интересно. Так, и следующее. Следующее, это обучение. Пятый пункт, он перекликается с первым, постоянно повышать свои навыки. Причем, если вы видите, что ваше дело, даже если вы им занимались там всю жизнь, сейчас оно уже не работает, меняйте, то есть умейте меняться. Ведь сейчас очень много идет, вот кстати, вот этот самый, как, просто ютуб обижается, вот эти все ограничения, вот эта страшная болезнь, очень помогли. Когда люди сидели на карантине, да, кто хотел, кто имел волю, то есть развиться, перенести свои навыки, знания, чтобы уметь их давать через интернет, люди сейчас, я считаю, они только в плюсе. Поэтому важно всегда быть готовым меняться и всегда обучаться. Ведь то, чем вы занимаетесь, оно может в любой момент перестать существовать. И надо быть готовым, как бы, его перенести в какую-то другую плоскость, или же заниматься чем-то другим. Ну, такой пример, при Советском Союзе, по всему миру, была такая отрасль, грамм-пластинки. Потом раз, она исчезла вообще, а там же наверняка работали, ну, может, десятки тысяч, может, больше людей. То есть, если они не сумели перестроиться, все. Потом дальше были компакт-диски, тоже вот они ушли. И так очень часто исчезают целые отрасли, направления и так далее. И важно это понимать и не держаться, когда уже это, ну, отходит, просто дать ему отойти, не стараться как-то возродить, несмотря на то, что вот человек видит, что уже все несостоятельно, пытаться за что-то держаться. Вы будете только в минусе. А уметь вовремя отказаться, выучить что-то новое, развиваться. Хотя бывает для этого, ну, если до этого было все хорошо, человек там преуспевал, занимался этим делом, ой, это снова поднимать пятую точку, что-то делать. Ну, такова жизнь. Тут или тогда не возмущайтесь, примите, что вот, ну, то, что будет с вами, то будет, да, или же развивайтесь, по-другому никак. Сейчас очень много, даже не обязательно для этого иметь финансы, кто вот на счет возражать, очень много сейчас бесплатных вебинаров в любых соцсетях, они, да, они приглашают на платные, но тем не менее там очень часто есть очень, есть много здравых мыслей, каких-то подсказок, которые человек потом может выучить сам, развиться. Вам, во всяком случае, покажут направление какое-то. Если человек хочет, чтобы ему под ключ сделали, да, ему нужно там пройти платное обучение. Но часто можно, во всяком случае, много информации получить и так. Можно, опять же, обучаться, если, ну, вот я знаю люди, которые переезжают в другие страны. Сейчас это вот коснулось очень многих. Вот у человека, он жил в этой стране, занимал какое-то положение, тут раз все поменялось, приехал ни языка, ничего. Пример, вот ранее человек приехал в Польшу, по-моему, не зная языка, он перед тем, зная, что переезжает, пару месяцев походил к людям, которые ремонтируют велосипеды. Ну, у него руки росли из правильного места, технически подкованный, да, посмотрел, даже заплатил какие-то деньги или предложил свою помощь бесплатно, научился нюансы, приехал туда, сразу обратился в несколько там магазинов, а там эта индустрия очень развита. И те, кто умеет ремонтировать, они всегда, то есть, ну, они всегда нужны. Его взяли даже без языка. Кто-то умел здесь, допустим, там ремонтировать гаджеты, там, мобильные телефоны, ноутбуки и так далее. За рубежом, там все это очень затянуто. А у нас, вот когда вам нужно, вчера. То есть, и таких людей тоже ценят, его тоже возьмут без языка. Ну, то есть, пока еще это, причем это такие, видите, я назвал навыки, для которых не нужно там высшее образование, многолетнее обучение. Это то, что это просто навскидку. То, что может освоить, ну, практически любой, особенно если вы, как я уже говорил, можете держать паяльник там и так далее. Есть другие методики, другие навыки, просто достаточно, достаточно посмотреть. Вот, так что обучение. Потом следующее. Готовность к изменениям. Я об этом говорил частично ранее. Я это даже называю сейчас стабильность изменений. Потому что люди, многие говорили, вот мне нужна стабильность, забудьте об этом. Но ее и до этого не было. И в основном выигрывали, и нормально себя чувствовали только те, кто умели меняться, желательно даже не совместно с миром, а чуть быстрее. Вот у меня есть хороший товарищ, он предприниматель, еще ранее, до войны, говорит, я всегда вкладываю деньги, смотрю, что там где-то новое появляется, которое еще до нас не дошло. Я вкладываю деньги, хотя люди смотрят, ну, зачем, это ведь колоссальные вложения, там покупаю какие-то там, какое-то оборудование. Ведь и так хорошо, все идет. Сделал, поставил, тут буквально через два года все захотели этого. Вот оно пришло. А у меня уже есть. А другие уже отстали там на год, на полтора и так далее. Вот это то, что называется меняться вместе с миром. И важно, это я проходил много раз и на своем опыте, вот один раз, последний раз, вот недавно совершенно, всегда быть готовым выйти из зоны комфорта. Иначе, то есть зона комфорта, это как раз то, на чем очень многие люди пострадали. Вот, ну, опять же, я уже куда жужжу без нее, извините, просто классические примеры. Это вот время вот этих карантинных ограничений. Многие люди как раз их и принудили, заставили это сделать. Но выбор был все равно за ними. Потому что они побоялись, им не хотелось изменений. Они держались за зону комфорта. И немножко, ну, просто побоялись даже небольшого снижения комфорта жизни. И им было проще пойти, пойти сделать. Хотя люди там, понятное дело, облекали это все в какие-то такие высокие, высокие смыслы. Ну, как? А что мне было умирать с голоду? Я всегда говорю там в Канаде или в Германии, да, или в Штатах умирать с голоду физически. Ну, не смешите. Просто человек держался за свою зону комфорта. Лень было меняться. И побоялся даже минимального снижения комфорта. Так вот, в современном меняющемся мире, и те события, которые будут дальше, и вот сейчас идут, это ключевое. Готовьте себя к тому, что придется меняться. И еще раз, ну, в этом, кстати, помогает, вот видите, предыдущие пункты. Окружение, навыки, ваша ценность для мира, они делают это не таким болезненным. Если вы владеете какими-то навыками, знаниями, умением решать проблемы в любой сфере людей, хоть сапожник там, ну, супер там, или, как я уже говорил, ремонт, ремонт там оборудования, гаджетов, вас хоть, ну, грубо говоря, хоть в пустыню выбрось, или где там, ну, куда вы не приедете, все равно будут люди, которым нужны будут ваши услуги. Вот такой пункт. Поэтому, значит, стабильность изменений. Я это назвал так. И следующий, седьмой пункт, это здоровье. Соответственно, все техники постоянно, именно в системе, не какими-то кавалерическими атаками, время от времени, там, знаете, бить рекорды, а систематическое, в системе, поддержка механизмов своего здоровья. Тут, ну, у меня канал Доктор Линский, он вообще об этом. Там практически на любой вкус есть протоколы для самопроработки, плейлистом, остеопатические техники для практически проработки любого отдела на теле. Он у меня так, у меня с этого канал начинался. Просто мне надоедало объяснять людям, как, скажем, ну, человек звонит там где-то, ой, заболела поясница, а он там два дня лесом еще пока доедет, и начинаешь объяснять. А потом я просто сделал видео, записал, показал, вот, надо, отправил, человек хочет, занимается. Началось все с самомассажа живота. Тоже надоело объяснять, показал, все, теперь это видео уже, там, не знаю, сколько лет висит. Это первое, то есть можно поддерживать, нормализовывать, убирать напряжение из тела, но важно в системе. Есть там два вида остеопатическая гимнастика, занимает всего три минуты, очень быстро позволяет, я и сам пользуюсь, каждое утро, позволяет быстро убрать напряжение, времени специального не нужно, убирает венозный застой, дает бодрость. Контрастный душ, то же самое, каждое утро, обязательно. Самомассаж живота у меня идет минимум два раза в неделю. Перед сном, чтобы, опять же, я тоже человек ленивый, так что, видите, многим это будет понятно. Выбирать время, вот, знаете, это сложно, это, ну, психологически, вот, каждый раз настраиваться, подсознание будет всегда стараться как-то этого избежать, объяснять, мы будем подводить базу, почему у нас сегодня, почему мы сегодня этого не можем. Я вышел очень просто, перед сном, два раза в неделю, лег, там, пять минут посмотрел, а тут напряжение убрал, все, вот, то есть, чтобы это все встраивалось в ваш ритм жизни. Следующий момент, это важно, поддержание здоровья, введение в него необходимых ингредиентов, тех же витамины, микроэлементы, антиоксиданты, очистка, антипаразитарная терапия, то есть, это важно делать в системе, потому что обмены в организме, он тоже, вот, как стабильность изменения, предыдущий пункт, точно так же организм, у вас нет сейчас ни одной клеточки, с которой вы родились, вот, так все интересно, в среднем за семь лет человек полностью обновляется, поэтому организм, физическое тело, я имею в виду, это просто набор постоянно меняющихся процессов, вот, то, что вы пробуете, рука, она там плотная, допустим, или себя там продавили, грудь тоже, на самом деле, это просто, как уплотненная энергия и постоянно меняющиеся процессы, соответственно, эти процессы нужно поддерживать, они тоже нестабильны, если организму проще, вот, если нехватка определенных ингредиентов, он каждый месяц выставляет, каждый день даже, выставляет там список, хозяин, для нормальной работы мне нужно вот это, если вы это не обеспечиваете, он как-то будет работать и так, как на стройке, да, ну, не хватает цемента, ну, положим там, на чем есть, ну, дом потом будет стоять недолго, точно так же и организм, он тянет на своем резерве, вынимает это все из своих каких-то, ну, там, закромов, да, но рано или поздно резерв заканчивается, и человек говорит, ой, вы знаете, что-то вот до 30 лет, там, лет 35, у кого сколько, а потом все начало сыпаться, знакомо, знакомо, представьте, вы так бы поступали с автомобилем, ездили пока, ну, то есть, ничего не делая, а потом удивились, отчего он рассыпался, и важно, для чего это делается, ну, во-первых, здоровье, тут, я думаю, не стоит объяснять, зачем каждому, если есть здоровье, соответственно, вы менее раздражительны, у вас достаточно энергии, вы спокойны, у вас достаточно сил для вот этих всех пунктов, которые я сказал до этого, для обучения, там, и так далее, для совершенствования, а если у человека постоянно какая-то хроническая боль, интоксикация, синдром хронической усталости, какое там, ну, то есть, нет, можно, конечно, и обучаться, и развиваться, но, согласитесь, для этого нужно очень много и воли, и, ну, то есть, очень много таких волевых усилий, не у всех они есть, и поэтому будет больше энергии, соответственно, вы преуспеете в жизни, и те изменения, которые приходят, придут, согласитесь, их лучше встречать, когда у вас есть здоровье, вы можете что-то, как, ну, то есть, есть силы на этому противостоять, как-то меняться, куда-то уехать, какие-то другие действия предпринять, и если вы, ну, абсолютно обесточенные, и, ну, скажем, сил ни на что нет, еще какая-то болезнь, тут, ну, я думаю, я думаю, всем понятно, поэтому важно, работаем со здоровьем, и важно в системе выбрать, допустим, те методы, которые вас не напрягают, которые вам в комфортном режиме, встроить их в свой распоряд огня, чтобы как умыться, там, почистить зубы, и так далее, я некоторые протоколы, и, ну, видео, также будут в первом закрепленном комментарии, посмотрите, когда стрим закончится, я туда это все выложу, и далее, последнее, что хотелось бы сказать, многие напишут, ну, люди, как правило, которые уже или отчаялись, или им просто лень, стараются и другим доказать, ну, вернее, через других доказать себе, что, видите, не было выхода никакого, напишут, а вот если вы будете все это делать, а потом оно раз и не сработает, вы там перейдете в лучший мир, и так далее, ну, да, может быть такое, примите сразу, что в мире не бывает ничего стопроцентного, никто не дает гарантии, ни в чем, в здоровье, это, ну, везде в медицине прослеживается, вам нигде не дадут гарантии, независимо, сколько вы заплатите, всегда перед операцией подписываете, что вы не имеете претензий, если что-то там пойдет не так, и так далее, почему люди понимают, с чем они имеют дело, и поэтому я всегда говорил, если вам какой-то специалист, или доктор, допустим, даст гарантию, сразу ищите другого, значит, человек или никогда с этим не сталкивался, или у него какие-то свои, ну, скажем так, другие, другие цели относительно вас, поэтому сразу же отметаем то, что может быть какая-то гарантия, или что у вас 100% там все получится, но то, что вот эти все пункты, я, допустим, это и доказывает, и моя жизнь, мой опыт, они в разы повышают шансы на то, чтобы у вас все было нормально, и вы выжили. Даже если предположить, что, ну, вот, худший вариант, ну, тут действительно может быть, там человек идет, автомобиль наедет, или балкон упадет, если правду, как многие мы думаем, да, что после смерти физического тела жизнь продолжается, делая вот эти все, ну, все вот эти, повышая свои навыки, во-первых, это интересно, это не то, что, ну, смотреть там телевизор, или какие-то передачи день в день, да, это развитие, это встреча с новыми людьми, это какое-то, это какое-то познание, вы даже унесете туда этот багаж, а там ценится только ведь человек, как Александр Македонский, с распростертыми руками, да, что с собой ничего не унесешь физического, только вот эти навыки, и если тоже, то, что мы думаем, правда, да, что мы сюда приходим только для совершенствования навыков, это как в игре, многим будет понятно, да, вас там убили, как в виде, когда вы были, ну, в роли какого-то персонажа, но потом вы прокачали навыки, следующая, следующая ваша игра, когда вы входите, у вас уже там в разы больше там оружия, возможности и так далее, точно так же и здесь. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать, если есть какие-то вопросы, задавайте, если нет, в принципе, я думаю, ответил, ну, тем людям, которые говорят, а что вы конкретно предлагаете, я никому ничего не настаиваю, если начнете, там, кто-то посмотрит, что для меня вот это не подходит, вот это не подходит, это будет только ваш выбор, но теперь вы об этом знаете, что можно делать, можно делать вот так. Ну, я думаю, в принципе, достаточно уложили, чуть больше, чем 40 минут, всего доброго, будьте здоровы, остаемся людьми, пишите, если будут какие-то вопросы, добавления, может просто чат не работает, я не знаю, сразу работал, я читаю комментарии, и по возможности на них отвечу. Хорошего вечера!